Твич в контакте опубликовать. Всё, пошла руда. Доброе утро, друзья! 10 часов утра, 29 июня. Месяц почти кончился. По традиции, здесь на канале Глухмедиа. Я Андрей Сиротин. И сегодня к нам присоединился господин Тарас. Тарас, привет! Привет! Я смотрю, ты поменял картиночку, ты теперь в уголку сидишь. Не-не-не, это я так просто. Иногда показывать нужно монитор полностью. И у меня один из режимов. Я вернул тебе твоего оленя, теперь он бледёт тебя. Единорога. Ну, называй как хочешь его. Так, смотри, вроде всё работает у нас. Ну, ВКонтакте уже работал, я смотрел. Привет! Ну, и этот тоже вроде работает. Ну, и всё, супер. В общем, друзья, каждое утро в 9 часов по Москве. Здесь на канале Глухмедиа. Ну, и этот тоже вроде работает. Ну, и всё, да, звук там идёт. Вот, здесь мы обсуждаем новости прошедшего вчерашнего буднего дня. Какие-то события из индустрии, не из индустрии. Всё, что попало к нам в ленту, мы обсуждаем. Что-то, может быть, в ленту не попало, мы это тоже. Если вспоминаем, обсуждаем. Вот. Так что... Такие мы обсуждатели новостей. Такие обсуждатели. Так, я там запустил. Я что-то вчера убегал куда-то и заметил, что я сам прослакал и не повесил, не заменил своё видео. Из-за чего я обычно ругаюсь на людей, такой, и всё. И сам такой, ай-яй-яй. И себя побил себя по лицу, говорю, негодяй. Так. Ну что? Что дал нам день вчерашний? Давайте, в надежде, что там было что-то реально. Я новости вчера не читал. Не, ну мы вчера с тобой вечером немножечко почитали. Да, я забыл. Я всё плохо. Сегодня, сегодня, сегодня. Вы вчера с тобой почитали. Да, точно, точно. Разнообразие русского языка мы заметили. Да, всё, я нашёл. Нашёл. Собственно, последняя новость, на чем мы вчера закончили, это Лига Легенд. В игре появился новый персонаж. Он называется Кайн. Кайн, сумеречный жрец. Жнется. Жрёт, жрёт, он всё, жнёт. В общем, он... Жнун. Жнун. Должен быть классный. И это было конец вчера. Вот. И первая новость, собственно, она вчера вечером появилась. О том, что один из основателей студий Аркейн покинул компанию спустя 18 лет. То есть, за совершенно такой длительный период. Мне кажется, вот те, кто фаундеры вот эти всякие, они прямо вот долго работают, а потом уходят и делают какое-нибудь инди своё. Потому что им, видимо, надоедают вот эти вот все корпоративные правила, рамки и вот это всё прочее, прочее, прочее. Я думаю, просто надоедает, что ты должен быть постоянно привязан к месту работы, а так ты можешь заниматься чем-то своим. Он, как Кридс Мэтсон, который Варкрафт там поднял на ноги, в итоге сказал, всё, я пошёл в семью и бухать. Слушай, ну я думаю, после того, как ты поднял Варкрафт или сделал такие игры, как там, Дизонат и прочее, 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 я думаю, там, или Прэй последний. Может быть, он, кстати, разочаровался последним Прэем и ушёл? Да, ну, Прэй последний, наоборот, так зашёл, обмазали его со всех сторон. Я думаю, просто, как бы, чувак 20 лет работал и всё. Он непонятно, пишут же, что непонятно, будет он дальше заниматься играми вообще или нет. Может, ему, он уже всё, что хотел, может быть, сделал, а теперь, типа, я буду отдыхать. Это, кстати, правильно. Я вчера читал статью про... Привет, там нам пишут в Твиче. Салют. Привет. Вчера читал статью про одну из московских жительниц. В общем, жила тётка, всё у неё хорошо, была каким-то там директором большим, надоело и всё. А ей сын отучился, поступил куда-то в университет за границей, и она плюнула всё, уволилась отовсюду, купила квартиру, где-то однушку там в трёхстакинах от Москвы, уехала и не работает. В сорок лет чувак решил, ну вот женщина решила, говорит, мне надоело всё, поеду и буду ничего не делать, потому что, блин, работа это вечная тема, а вот ничего не делать, там, не знаю, ходить книжки читать. Ты просыпаешься, можешь, не знаю, отдохнуть, походить погулять, позаниматься каким-нибудь, не знаю, пилатесом или вот какими-нибудь оригами поскладывать. Собственно, из дохода у неё осталось две квартиры в Москве, она их сдаёт. Всё, всё, и я понимаю, что, блин, ну на самом деле мы вот сейчас все в работе, мы все задрачиваем и какие-то вот радость жизни редко ощущаем. Одну там, две недели в году, когда удаётся вырваться, может быть, куда-то, а кому-то не удаётся, а кто-то не ощущает. Да, вот я от вас вырвусь. Ну, просто вот как-то вот современный мир, он такой прям очень-очень-очень жестокий, и хочется иногда плюнуть на всё её, сидеть, просто книжки читать. Это же круто. Ну, наверное. Может быть, через несколько лет тебе это надоест, а ты решишь что-то снова делать, но вот. Ну, я читал какого-то успешного чувака, который там миллиарды баксов поднял на стартапах, вот. И он, короче, поднял кучу денег, начал пилить новые стартапы, и в итоге пришлось ему нанимать чуваков, которые бы ему обставляли квартиру, он там купил дом огромный, и нанял чуваков, там, дизайнера, всё, они ему покупали железо новое, всякая фигня. В итоге он, короче, всё это продал, купил себе однушку тоже, и там, типа, свернул деятельность к минимуму, сказал, что, типа, я понял, что, как бы, я тупо зарабатываю бабки, которые тратят другие чуваки, чтобы мне было прикольно, а я этим пользоваться не успеваю. Поэтому, говорит, я теперь буду просто тратить бабки в своё удовольствие вечером дома, и всё. У меня, кстати, есть несколько знакомых, которые именно так, ты приезжаешь там, ты какой-нибудь, либо владелец бизнеса, либо на высокой позиции какой-то директор, и ты приезжаешь, такой, вау, как круто, у тебя всё сделано. Он говорит, да я провожу в ней один день в неделю, а остальное всё в командировках, ещё где-то, и делали её дизайнеры, и я не знаю, там, родителям моим не нравится, потому что они не понимают, что такое жидкие обои, что такое лофт. Они приезжают, кирпичная стена у тебя, он такой, ты это специально так делал, я заплатил до хрена бабла, чтобы мне сделали стену, как будто она выглядит плохо. Ну, видишь, достаточно было нанять криворуких чуваков, которые просто бы сделали стену, которая бы... Ну, нет, ну, нет, ладно, поехали дальше. Было бы плохо. Player unknown Battlegrounds, о читерах и кросс... 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 сервере, кросс-сервере. Ну, это, наверное, там же выходит на консольку, играть теперь. Мне сказали, что не будет кросс-сервера, я на E3 спрашивал. Наверное, про это новость. Вот, все чаще мы слышим о возможности кросс-платформенных игр, ну, вот это называется кросс-платформа между Xbox и PC, а не кросс-сервер. Ну, кросс-сервер, типа, там же сервер будет, на котором происходить будет обмен данными между платформами. В общем, чаще всего речь идет о соединении разных пользователей Xbox и PC на едином серверах, где те могут сразиться, либо помочь друг другу в прохождении различного контента. Ну, первый раз я про это слышу, потому что, мне кажется, кросс-сервер — это кросс-сервер, кросс-платформа — это кросс-платформа. Именно речь идет о том, что сервер, несколько серверов находятся на одной платформе. Нет. Да. Ну, вот в Final Fantasy XIV там, типа, одни сервера для всех платформ. Скорее всего, просто так, ну, то есть ты играешь и с консолей, и на ПК на одном сервере? Да. Это называется кросс-платформа? Ну, оно-то все, обмен данными на сервере находится, на одном. Это называется кросс-платформа, потому что разные платформы. PlayStation, Xbox, ПК — это разные платформы. Ну, в общем, не важно. В Artander то же самое, ты и в Artander можешь играть и с планшета, и с ПК, и с консолей, как бы. Это называется кросс-платформа. В общем, во время выставки E3 мы также узнали, что к вечеринке в некоторых проектах присоединятся обладатели Nintendo Switch, а вот Sony пока держатся в стороне. Ну, то есть, как бы, на Nintendo будут играть в PlayerUnknown's Battlegrounds. Ну, невозможно играть на консолях равноправно с ПК игроками в шутан. Я еще не договорил. В шутан. Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds в виде появления в ближайшем будущем версии для Xbox One решили рассказать о своих планах насчет ведения межплатформенной игры. По их словам, в этом нет никаких сложностей, и данная функция стоит в их плане на будущее. Естественно, станет вопрос о балансе, ведь, будем честны, играть в подобные шутеры на ПК с мышкой и клавиатурой действительно проще. Голубая дыра понимает, что это все еще... Понимают это и ищут способы решения данной проблемы, но на самом деле ее нет. Поэтому лучше оставлять, чтобы ПК играть в ПК. Не знаю, чисто технически ты можешь, ну, то есть, как бы, подключить мышку и клавиатуру. Это не выход. Нормальные люди, которые играют на консоли, они играют на консоли с джойстиком. Точнее, с геймпадом. Я не спорю. Странно это. Кроме того, стало известно, что разработчики уже успели забанить 25 тысяч читеров и продолжают работать над защитой и механизмом отлова этих самых читеров. 25 тысяч читеров, игра стоит 800 рублей. Ну, это, если так вот, это на 20 миллионов они, в общем, побанили, по-нашему. Молодцы какие. Ну, на самом деле, я вот помню этот, когда стартовал Heroes of the Storm, тогда доты не было, и типа тебе надо было за 30 баксов покупать Heroes of the Storm, короче. И суть была в том, что... Как это у доты не было? Ну, не было, она тогда еще даже в бету не вышла, когда Heroes of the Storm вышел. Да ладно? Это Моба от Blizzard? Ой, не Heroes of the Storm, Heroes of Never. Я переводил. Да, испугался. Да, я че-то тупанул. Но вот суть как раз в том, что там 30 баксов стоила игра. И вот там вот эти все хейтеры, токсичные чуваки, их просто банили. И за 30 баксов тебя забанили, и все. И в итоге чуваки, короче, одни разорялись. Там у меня был знакомый, который пять раз игру покупал. Потому что он на всех гнал, и на в итоге на 150 баксов влетел, и он перестал в нее играть. Но буквально через 2-3 месяца там практически не осталось чуваков, которые не хотят играть или хотят всех похитить. Остались одни адекватные, потому что как бы... Одумались? Да, потому что страшно было, что тебе прилетит бан. Поэтому все начали такое там супер дружеское комьюнити, которое друг другу помогало. Потом игру сделали бесплатной, забанили наш регион вообще, сказали, что вы все там идиоты. И все. Вчера новость появилась о том, что Nintendo сняли свою NES-консоль с продажи и выпустили Super NES. Подняли ее стоимость на 10 баксов. И мы сейчас как раз обсуждали эту новость. Я, кстати, себе куплю Super NES. Ну, Super NES интереснее, чем просто Nintendo. Они же сначала сняли обычную Nintendo, а теперь Super Nintendo запилили. У меня проблема в том, что каждый раз вот список игр, которые они предлагают, он прям чуть-чуть меня не радует. Слушай, ну тут как бы будет Donkey Kong, Zelda, Mario. Ну, у меня половина этих игр есть на 3DS. У меня нет 3DS. Вот. А во-вторых, то есть, ну есть же там прям прикольные игры. Я хочу с ребенком поиграть. Я на самом деле поиграл. Во-первых, здесь два джойстика будут в комплекте. Будут прикольные игры и я хочу. Я, наверное, взял бы себе Super Sega какую-нибудь. А есть такая? Нет. Ну, есть можно просто китайскую Sega купить. У нас китайская, я китайскую покупал, да. Да. Вот. Так вот. Потому что там моя любимая игра на Sega находится. Такая? Sonic? Piant Oasis. Не знаю. Ладно. В общем, утром стало известно, что крупная британская сеть игровой атрибутики Game планировала принимать заказы на грядущие ретро-консоль SNES Classic Edition с размером залога в 10 фунтов. Однако, спустя несколько часов передумала и подняла размер залога до более солидной суммы в 50 фунтов. Это... Ну, а всего оно будет продаться за 80 долларов, то есть... Слушай, на 50 фунтов это как раз, мне кажется, вот долларов 75. Практически. Да. Но они же пишут, вот там написано даже, что чуть меньше. Дело в том, что несмотря на обещание Nintendo обеспечить рынок достаточным количеством копий, пользователи ожидают схожей ситуации, которая произошла и с NES Mini, когда купить систему было практически невозможно. Все партии разлетались с прилавком мгновенно. Из-за данной ситуации активизировались так называемые скальперы, или, я так полагаю, что это перекупы. Они скупают предзаказы консоли, чтобы создать дефицит, а затем продавать купленные системы на eBay по более высоким ценам. В результате Super Nintendo Classic Edition уже нельзя приобрести на таких популярных в стране сайтах, как Game, Amazon и Smith. Высокая цена депозита, по мнению Game, отражает и величину спроса, и потенциально может отпугнуть перекупов, позволив обычным игрокам приобрести необычную систему. На самом деле нет. Да, на самом деле да, потому что и в Японии, и в Штатах невозможно купить себе прямо сейчас Nintendo Switch. У нас была новость, где один из разрабов показывал процедуру покупки консоли в Японии. Ты берешь купончик, с этим купончиком ты потом идешь, получаешь номерок в очередь. Точнее не в очередь, в лотерею. Потом происходит лотерея, которая тебе дает возможность приобрести консоль, если ты выиграешь. Да это тупость, блин. У нас общество потребление. У нас люди готовы жирать, нахрена создавать этот ажиотаж, зачем они это делают? Чтоб все хотели, прям хотели-хотели. Да это тупость, блин, я через неделю хотенья разочаруюсь, что я не могу пойти и купить себе за консоль. Ну, это так было, я вот вспоминаю Warhammer Online, с которым я пришел на форум, что я просто его не мог купить. Его не было, они прекратили продажи, потому что сервера были забиты. И я не купил предзаказ, и в день релиза я не смог себе купить. Я хотел просто, знаешь, выйдет игра, я заплачу, куплю, и фиг там. В итоге я у кого-то на форуме купил, потому что кто-то себе купил, а у него типа система не потянула. И я в итоге перекупил. Но я помню, что вот всех бомбило, что нельзя купить. Точно так же ION, который там тебе в кошмарах будет сниться. Да не, не, мне он снился в кошмарах, когда я влетел на бабло. Да, ну вот он тоже. У меня в итоге ION мне купил человек, который работал у нас. На самом деле, вот с ION они просто заблокировали Россию, но я понимаю почему. Потому что был у нас локализатор, да, ну как потенциальный. И поэтому заблокировали регион. Но все просто. Я просто официально покупал абсолютно. Я ригал много Steam аккаунтов и покупал их в Steam. А потом они и в Steam заблокировали покупку. И после этого уже пришлось... Никто же не знал тогда про существование VPN. Но пришлось покупать у перекупов. И в результате мы получили то, что мы получили. Ну, ну ок. Ладно. Diablo 3. Состоялся выход дополнения возвращения Некроманта. Ты уже пробовал? Да. Прикольный. Прикольный? Да. Ну, я на PlayStation пробовал. Он другой чуть-чуть. Он не так ощущается, как на PC. Но на PC я играл в бета-тесте. В общем, Некромант очень даже такой ничего. Он сейчас вот там зарубежная все комьюнити диабловская признала, что это лучший кастер, который есть. Но мне не очень нравится в плане механики. Но он такой. Тебе надо все время там поддерживать всяких существ, призывать. При этом не забывать, где трупаки лежат, чтобы их взрывать. В общем, достаточно много надо информации держать в голове, если ты не дерешься где-то в узком пространстве, где можно все взорвать и все. Но при этом он очень такой, очень фановый. Вокруг него все взрывается. Играть прикольно. Слушай, ну вот для нового чемпиона предусмотрено более 30 различных легендарных предметов и комплектные подземелья. Я не понял, что такое комплектные подземелья. Ну, просто тематическое в стиле... В сцене Некроманта. Да, ты покупаешь просто. Когда аддон, тебе открывается, я так понимаю, комплектное подземелье. Я вот на PC не пробовал еще, у меня нет на PC. Надо посмотреть разницу. Помимо нового класса в игре появились порталы Дерзания. Это испытания будут меняться каждую неделю. Также стали новые доступны Тризоны, Туманные Пустоши, Храма Перворожденных и Обители Судьбы. Игроки уже могут оценить данные нововведения, не покидая, кстати, дополнения. В смысле, локации. Все новые локации и порталы Дерзания доступны совершенно бесплатно для обладателей дополнения Reaper of Souls. Ну, Blizzard правильно делает. Они дают кучу контента для тех, кто купил. А для тех, кто не купил, они тоже дают контент, чтобы ты мог поиграть с теми, кто купил. И при этом, ну, чтобы, типа, всегда была движуха. Я вот еду, уезжаю, и вот мне надо, наверное, взять себе на PC. У меня на PC много персонажей. Ты можешь взять мой аккаунт. А, или ты хочешь? Ну, да, твой аккаунт, но у меня на своем много всего. А чего, вот скажи, чего у тебя на аккаунте в Диабле? Ты же будешь начинать нового персонажа, ты его с нуля же начнешь. Ну, ты прошел Reaper of Souls? Не помню. Нет, я прошел в основном Диабле. Если ты не убил Малтаэля, значит, у тебя закрыт режим приключений. Если у тебя закрыт режим приключений, значит, нельзя ходить в новые зоны сразу. И, ну, они же в сюжет не вплетены. В них можно идти только в режиме приключений, когда ты прошел всю сюжетку. Вот. Поэтому, как бы, вот. То есть мне пройти за тебя сюжетку, потом... Не-не, я, может, сам когда-нибудь пройду. Вот, да. Вот поэтому, как бы, надо себе. У меня там все пройдено, все зафармлено. Я понял. В общем, Dota 2. Dota 2 не сходит, мне кажется, с экранов Twitch'а и вообще с других. Ну, потому что идет International. Да. Идет квалификация в International, в том числе в СНГ. И вчера появилась новость о том, что компания Natus Vincere пропустит турнир International 2017. Вчера завершился групповой этап закрытых квалификаций на главный турнир года в дисциплине Dota 2, который, если вы не знаете, вдруг называется The International. В этом году уже пройдет седьмой. А то же в названии непонятно, что это был Dota 2 и The International. Ну да. По всему миру коллективы провели тяжелейшие матчи за право запрыгнуть на уходящий поезд в Сиэтл, где, опять же, каждый год проходит турнир The International в августе. Из-за отличий в формате проведения и количестве слотов, представляемых на регион, мы уже знаем имена главных обладателей путевок в некоторых регионах. Так, например, в Европе им стали Team Secret. У них очень прикольная была на эпицентре заставочка. Которые смогли уверенно пройти через групповой этап, уступив лишь Maus Esports. И получили прямой слот, минуя Playoff среди команд неудачников. Представляешь, что неудачник поехал на International такой. Команда действительно неудачник. В Европе можно выделить Альянс, которые закончили выступление в этом сезоне турниров от Valve среди команд неудачников. Ну, в Альянс, короче, не прошли, да. Учитывая то, что они победители International, которые Na'Vi обыграли, и победители кучи этих... Ну, кучи разных чемпионатов, да, они вот не дошли. В плей-офф в Европе, значит, встретятся Maus Esports, Planet Dog, Team Singularity и Danish Beers. Кроме Team Singularity... Ой, да, нет. Кроме Maus Esports, наверное. Maus Esports это старый коллектив, там в SingSync играл. Короче, друзья, в общем, если вы болеете за Dota, то... В общем, короче, Na'Vi не прошли, да. В СНГ будет только один слот, который достанется победителям стадии плей-офф, а в нее сквалифицировались М19, Vega Squadron, Team Empire и Team Spirit. Это все наши команды? Да, это СНГшные. Ну, как бы, М19, вот, знаешь, я как бы... М19, кстати, топит в Dota, я смотрел, что-то новости у нас были, что... Ну, да, она фиг знает от... Ну, как бы, вот, она недавно появилась. Меньше года коллективу. Да, и они там собрали очень неплохую команду, и в итоге, вот, я смотрел их выступление, то они так прям молодцы. Уверен? Да. Но я за Empire сейчас, наверное, болею больше. А, это такие с лошадкой, да? Да, да. Видишь, мои познания в командах, они велики. Ну, просто, как бы, вот, и Vega, это все команды хорошие, но, по-моему, там сейчас Empire мне вот больше всего нравится. Я, как бы, перестал болеть за команды, я болею больше за игроков отдельных, потому что они ходят там все, знаешь, как сезон заканчивается, все, все команды перетасовались, и ты, типа, болел за одну команду, а потом она всем составом в другой. Да, 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 я вот, кстати... И ты такой, ну, ладно. Мне тоже, как бы, вот, в Лиге Легенд нравились, там, Кира, мне нравился Стажер, мне нравятся вот эти вот составы, который был, собственно, Хардом Дом, потом Альбус Нокс, а сейчас они все... Я еще новые составы не смотрел, но они не остались в М19, они куда-то разошлись, и... Я на этой неделе хочу в выходные посмотреть Континентальную Лигу и посмотреть вообще, кто... Интересно там, мне вот интересно нового персонажа посмотреть в действии. Дайте аккаунт. Нет, я не люблю, ты знаешь, я не играю на чужих аккаунтов, мне в падла для кого-то качаться, я тебе могу только рейтинг послевать там. Там сливать некуда. В общем, Линдж 2 Революшн. Ты, кстати, смотрел Линдж 2 Революшн? Нет. Блин, я пробовал несколько раз ее установить, меня... У меня тоже, я не смог установить ее на телефон, он там ругается, упирается ногами, руками, и я в итоге махнул рукой пока. Вот, блин, опять же, ты знаешь, как с покемонами преграда. Блин, я хочу поиграть, но... Мне... Я прочитал наш гайд, они такие, типа, иди в сингапурский стор, сделай аккаунт. Я иду в сингапурский стор, делаю аккаунт, привязываю свою карту, и он такой, fuck you, у тебя карта кривая. Чертов русский, забери свои деньги взад. Очень многие люди, вот, и как я смотрю в ролике у нас, они эмулируют просто на ПК Android-версию, но это не совсем то, что я хочу от игры, я хочу в нее играть. Ну, это вот мы с тобой говорили об этом, что ты говоришь, типа, эмулируй на PC, и там можешь посмотреть какую-то мобильную игру, но ведь, блин, это неудобно, потому что когда заточено под пальцы, ты вот положил на колени там планшеты, пальцами тыкаешь, это прям... юзабилити 10 из 10. Когда ты тыкаешь мышкой, у меня пальцев 10, мышка одна. Ну да. Не так, вообще все не то. В общем, тем не менее, Lynch 2 Revolution, мобильная игра, и у нас появился на форуме новый гайд по игре и рекрутинг в кланы. Если вдруг вы играете... На самом деле, игра выглядит очень круто для мобильной версии, и я бы с удовольствием в нее играл, но вынужден играть в Fallout Shelters по второму разу. А, ты проходишь по второму разу, прошел один раз. Я прошел, у меня бесконечные деньги, и я уже все нафармил, не знаю, что мне делать. Мне вот Fallout Shelter, мне он нравится, но я как-то больше двух дней в него не могу играть. У меня потом что-то начинает... Я забиваю в него заходить. В общем, в нашем сообществе появилось новое руководство, посвященное данной игре, недавно вышедшее на Западе проекту... На Западе? Я бы сказал, в Азии, наверное, он вышел. Тем не менее, надо посмотреть, может, Западная сторона работает. Уже успел завоевать большой армию поклонников. В данном гайде, который опубликован у нас на форуме, ссылку на ПК пойдет. Да, на ПК пойдет, но игра сделана для мобилочек. Из данного гайда вы узнаете о том, как лучше фармить опыт, повышать уровни и выполнять различные виды квестов. Кроме того, на форуме у нас есть тема для глав кланов и игроков, которые, собственно, вербуют себе... Сотрудников... Сотрудников... Членов... Сотрудников... Вербуют себе членов клана. И те, кто ищет клана, вы сможете объединяться и ходить надирать всем щи. Ссылочку я уже скидывал. Давайте еще раз вот вам пришлю. Если вам интересно, Lineage 2, она выглядит прямо вот как вот если вы играли в начальной хронике, примерно так же. Заходите, читайте. Все есть у нас на форуме. Также вышло дополнение к игре Titanfall, которая называется The War Games. В игре появились новые карты и, кажется, один новый титан. Нет, новый титан, по-моему, в прошлый раз появился. А теперь просто карты War Games и Traffic и новая казнь. Да. Пилоты обзавелись новой казнью. Теперь вам доступно три слота для оружия. Введен новый режим под названием Free Agents. В нем на карте разбросы на батарейки. Если вы соберете три данных предмета, то вам удастся призвать Титана. Батарейки выпадают из пилотов во время смерти. Окей. Ладно. World of Warcraft. Новая волна банов. Бананов. Комьюнити-менеджер игры сообщил на официальном форуме, что сотрудники компании Blizzard заблокировали учетные записи людей, которые довольно активно участвовали в рекламе или продаже, прохождении подземелий или рейдов за реальные деньги. По словам компании, подобные активности являются явным нарушением пользовательского соглашения World of Warcraft. Для обеспечения честной игры и соревновательного духа команда продолжает активно следить за этими и другими действиями, нарушающими вышеуказанное соглашение. И раздает бананы. Идет о продаже внутриигровых услуг за реальные деньги, обмене учетных записей, персонажей и так далее. Слушай, ну круто. Как бы... Нарушаешь, получай. Честная игра это классно, с одной стороны. С другой стороны, иногда у тебя нет времени и возможности. Ну, ты хочешь, но вот тебя там... Ну, понимаешь, у тебя есть вариант, как это сделать по чесноку. То есть ты заливаешь бабло в аккаунт World of Warcraft, покупая токен. И, то есть, заливаешь игровое бабло. За игровое бабло у гильдии, которые за игровое бабло тебя готовы провести, покупаешь прокачку. Грубоко. Они тебя вводят по рейдам, показывают. Все, ты все получаешь, экипировал своего персонажа и все. Это вот легальный способ. А у них, типа, люди потом эти деньги поменяют, купят токены, за них купят месяцы проплаты, что угодно. Вот это легальный способ. Ну, ты понимаешь, что эти деньги выводят в реал, они токены покупают и оплату оплачивают. Ну, там же... Ну, я понимаю, что вот они вот так вот делают. Ну, то есть, если ты выводишь в реал, пытаешься заработать таким образом, вот тебе прилетает бан. Ну, я помню, что я как бы не играл последние несколько месяцев, но там всегда были те, кто готовы тебя просто за игровые деньги вводить. То есть, как бы вот... Наверное. Зачем платить больше, если ты можешь вот так вот. Окей. Ну, в World of Warcraft люди до сих пор играют, игре уже более 10 лет. Мне вон прислали позавчера, типа, 7 дней подписочки проплачивать. Ну, вернее, бесплатно. Возвращайся. Возвращайся и играй. Ну, да, я там 7 лет играл, потом, типа, перестал играть. Они такие, что случилось? Человек. Где наши деньги, чувак? Да. За 7 лет перестал платить подписку. Что-то не так. С вами все в порядке? Вот вам бесплатно. Crowfall. Игра, которая вызывала отвращение, а сейчас вызывает уже интерес. Потому что новости редко стали появляться. Аллилуйя. Хотя нет. Нет, ты с чем-то путаешь. По-моему, каждый день Crowfall. Нет. А, это мне новости по анимации. Мне нравятся. Тем не менее. Недавно в игре поменяли вообще концепт и осмысление того, что будет происходить. И она мне стала более-менее интересной. Поэтому я бы с удовольствием поиграл на новом тесте. Мы играли на тесте, но в 2015 году. Это было полтора года назад. И... В каждой программе рассказываешь. Ну, да, да, да. Вот. Тем не менее. Готовимся к первой тестовой кампании. Вот-вот на новом тестовом сервере игры Crowfall наконец-то станет доступна первая кампания. И сегодня разработчики поделиться, решили поделиться с нами кое-какими подробностями. Собственно, я даже прочту, потому что мне интересно. В данной кампании нам предстоит выбрать одну из трех доступных фракций. Это... Ордер, баланс и хаос. Банально, да. Назвали белые, черные и серые. И сменить ее до конца кампании у нас не получится. Воздрождаться мы будем в храме. На мировой карте будет действовать механика туман войны. То есть придется лично исследовать все территории. И днем радиус обзора увеличивается. Это пояснение от автора. Там будет смена дня и ночи. Благодаря картографии... Неожиданно. ...вы сможете... Слушай, ты знаешь ОМО, в которых есть смена дня и ночи? Все. Нет. Ну вот Аркейдж. Есть смена дня и ночи? Нет. Ой, Лена, ну и... Есть смена дня и ночи? Нет. World of Warcraft. Там есть смена дня и ночи или нет? По-моему, есть. Нет. Black Desert. Нет. Где? Final Fantasy XIV есть. Ну все. Окей. Это все MMORPG по версии... Все. ...тапика, да. Все. А, не играл. Не знаю. Благодаря картографии мы сможем поделиться с другом и игроками информации относительно карты. Проще говоря... Блин, вот такое было в ультиме. Там нужно было рисовать карты. Проще говоря, вы крафтите карту, кликаете на нее правой кнопкой мыши, а затем передаете ее другому персонажу с помощью некоторых скиллов. И дисциплину уже удастся увеличить радиус обзора. В мире вы обнаружите заброшенные крепости и форты. Собственно, в них... А, их можно захватить. То есть, если у вас какая-то есть фракция, вы сможете захватить крепость или форт. Для этого понадобится кликнуть по драконьей статуе. Да, так просто? Кстати, вот насчет смены дня и ночи. В Варкрафте эта фича есть, по-моему, с 2012 года, но она не работает. Она глючит, короче. Она то работает, то не работает. Но она там есть. Слушай, я знаю, например, есть прогресс шкала временного, да, которая, я вспомнил, в Аркейджа справа есть солнышко, ночь. Но у тебя она меняется и на карте не происходит. У тебя солнце не заходит ночью, у тебя темния не становится. В Варкрафте заходит? Я тебе даже могу видос показать, там все это есть. Не хочу, ты сказал, что это не работает, все. Ну, она там глючит, я не знаю, как она сейчас работает или нет, но я помню, что там было. Ты меня просто так выбил из колеи своей. Оно не работает, ты же сказал, все. Оно глючит, но оно есть. Оно же есть, тут же тоже не факт, что будет работать. Это то же самое, что я тебе дам консоль и скажу, вот она есть, но она не работает. Играй на здоровье. Ну, ты мне так и даешь, иногда консоль. Вот. В общем, кликнуть на эту статую, чтобы захватить форт. В форте вы сможете возрождаться, использовать фракционные контейнеры, заниматься крафтом и не только. Вот это было как это? Были колонхолы в той же линейке, которые можно захватывать, и там каждые две недели за них идет битва. Это круто, это прям челлендж, потому что... Потому что это круто. Такой колонхол. Заброшенные крепости, окруженные водой или стеной, получится захватить, если посадить рядом с ними дерево жизни. И, видимо, с ветки этого дерева перебраться в крепость. Нет, просто она заброшена, а перестанет быть заброшенной, там тараканы поселятся. Также будет возможность захватить вражеские поселения через систему осады. Ну, да, я так это и предположил. Покинутые крепости и форты придется починить. Для этого вам понадобятся шахты, каменоломни и так далее. Построил шахту, починил крепость. Видимо, понадобятся ресурсы какие-то на починку крепости. То есть нужно будет пригласить из Молдавии знакомых, там, откуда-то еще. В общем, у них должен быть скилл этот прокачен. Они на автобусе приедут прямо тут. На Икарусе, я бы сказал. Прямо в середине игры. В данных точках интереса, point of interest, видимо, переведено, периодически будет происходить появление материалов. Поэтому будьте готовы к тому, что игроки начнутся сражаться за них. Более детальные подробности относительно первой кампании вы сможете найти во втором сообщении. И вот это реально интересное... Ну, то есть, как бы, получается интересная игра из вот всей этой информации. Я бы с удовольствием... Когда будет первая кампания доступна? Скоро. Скоро. Вот-вот. Coming soon. Сегодня или вот-вот? Ждем. Ждем. Это должно быть круто. Это должно быть интересно. И по словам, ну, вот в теории, как бы, вот эти механики, которые все описываются, они действительно крутые и замечательные. Beyond Good and Evil 2. Игра, которая вызвала у всех прям... Ничего себе, 15 лет не было, ничего слышно. И вот оно. Ой. Я вспомнил эту игру. Я видел вот эту тетку, которая была на заставке. Кажется, еще даже в каких-то журналах. Но я в нее не играл. И поэтому у меня никакого... Никаких ассоциаций появления второй части вообще не вызвало. Ну вот. Тем не менее, у нас появилась новость о том, что в игре Beyond Good and Evil 2 у вас получится... Это как-то за гранью добра и зла, я правильно понимаю? Да. Да. У вас получится собрать разношерстную команду. Сотрудники... По-моему, это было понятно еще по ролику. Сотрудники компании Ubisoft продолжают знакомить игроков с приключенческим экшеном. Угадайте, каким. Сегодня в своем новом видео они решили рассказать вам про команду и не только. Про команду. Игроки смогут создать собственного персонажа. Например, у вас будет возможность побегать за гибрида человека. Небольшое, но по крайней мере волосатое существо. Чего? А, гибрида. А, то есть за гибрида или за человека, или за небольшое, но крайне волосатое существо. Хоббит, наверное. Во время ваших приключений вы будете встречать всевозможных персонажей. Это очень необычная механика для игр вообще. Когда вы в игре встречаете всевозможных персонажей. Всевозможных. Всевозможных персонажей. Например. Всевозможных волосатых персонажей. Например, если вы захотите напасть на большой корабль, то внутри у него у вас получится обнаружить рабов. И если вы их освободите, то некоторые из них захотят к вам присоединиться. Но будьте готовы к тому, что некоторые персонажи будут не всегда одобрять ваши действия. И они могут просто покинуть вас. Кроме того, вы сможете обзаветись байком, который отлично подходит для городских путешествий. И поэтому летающий байк. Я вижу, что он летает. Очень забавный байк летающий, который подходит для городских путешествий. А уже на небольшом корабле у вас появится собрать команду исследовать космос и планеты. Также у вас будет возможность кастомизировать ваше средство передвижения. Мне кажется, натура устала писать эту новость. Поэтому раздрозненные предложения, которые сложно сложить в общую картину. Там можно что-то сделать. Слушай, вот звучит прикольно. Как бы куча отдельных механик, которые вроде бы выглядят прикольно. Если вот их вот... Я вот когда читал этот, там, зарубежных коллег, которые общались с разрабами. Они, в общем, в итоге пообщались. У них есть концепт, у них есть там, типа, какие-то пожелания. И у них есть вот там базовая модель движка, и они что-то делают. Но самой игры у них нет там даже в версии там пре-пре-пре-супер-пре-альфа. То есть она как бы куча идей, которые вот есть. И они о них рассказывают. Но пока это все не сложится в игру, это просто куча идей, которые в итоге не будут работать. Слушай, ну вот кораблик летает, как бы... И что дальше? Ты там обнаружил рабов? Ты смог на мопеде из него улететь и передвигаться по городу? По-моему, нет. Причем вот этот кораблик летает, это из получасовой презентации, на которой Мишель Ансель просто это все показывал. Они оттуда же натягают. Это не новый, то есть это уже используется в двух видео. Это уже напрягает. Потому что вот такие технические демки, их не так много делать по времени, если у тебя есть движок. Там три корабля, движок, одного карта. Ну ты знаешь, как бы показывать сырой версии игры, тоже неправильно. Ну они сказали, что у них нет игры. У них нет сырой версии никакой. У них есть движок и вот наборы ассетов. И они рассказывают, что она хочет. Ну это как этот Мулинье, который рассказывал одно, а выходила совсем другая игра. Всегда. Потому что у него планы были громадьи, которые разбивались в суровую реальность. Вот и тут. Либо игра будет разрабатываться, как Star Citizen 50 лет, и ее никто не увидит, кроме займа в банках. Либо вот... Пусть доделают, короче, будем смотреть. Дата релиза неизвестна. Да. Но я не думаю, что раньше 20-го года стоит ждать. Да ладно. Я уверен даже, что... Да ладно. Скриньте, как говорят сейчас товарищи стримеры. Скриньте. Да. Я думаю, что... Что, 18-й? Либо в конце 18-го, либо в начале 19-го. 20-й. Да нет. Да. Да нет. Да никто не готов стук. Хотя, ну, как бы имя, но... Ну, что, 15 лет ждали? Что, 3 года не подождем? Ты что, вообще? Не, ну так же ее анонсировали. Если бы они ее выкрытили такие... Они ее анонсировали первым роликом еще 6 лет назад. Там был ролик, там в пустыне, типа, что-то там летает. Есть ролик, который анонсировали много лет назад. И что? Вот это же пустыня, что на мопеде, на картинке. Twilight Spirit. Возможно, есть возможность поиграть через Steam. Написали у нас тут на тур. Я вчера пытался в Steam ее найти, но не нашел ее. Оказывается, что... Вот, видишь, там и раскрывается под названием. Другое название, да. То есть это, видимо, китайщина. Тем не менее, позавчера мы узнали, что китайская версия MMO-игры Twilight Spirit появилась на просторах в Steam. Если вы хотите ее найти, надо искать не по английскому названию, а по китайскому. Также в игре у вас получится обнаружить 6 необычных классов PvE и PvP баталии, живописные зоны, механику замедления. Интересно, что там за 6 необычных классов? Я как раз открываю Steam, и там мой поиск вот этой игры вчерашней. Бесплатная игра, смешанная. 40% обзоров положительные. Ну, то есть, видимо, китайцы... Сильно смешали. Купили обзорщиков и стали писать положительные отзывы в Steam. Так что сейчас я ссылочку скину. Новые MMO от... На тыс-то она или я уже не помню от кого? Не знаю. От китайских чуваков. От китайских чуваков. Если вдруг вам интересно, можете зайти... А, я, спасибо за подписку. Да, от NetEase. Днем, день, ночью, ночь, тут пишут Антон. В Ла-2 и в Вове есть. Ну, в смысле, ночью темно становится, уходит солнце за горизонт, тени исчезают, появляется ночь, темно, фонари зажигаются. Вы это имеете в виду? Я ни разу не видел такого, что прям... Как это называется? Много. Во многих играх. Динамическая смена... Да, во многих MMO играх такое есть. Да, в MMO тоже есть сейчас. Оно не везде нормально работает? Да где? Покажи мне ролик. Тебе вон пишут, что даже в BDO есть. А ты как бы не читаешь чатики. Я вижу, что солнышко двигается, да, по грани времени. Но динамической смене дня и ночи я не видел. Играй в Final Fantasy. Есть давно, тебе все пишут, что есть. Ты просто играешь в одно время суток. А обычно привязывают к времени сервера. То есть куче игр, в которых ты заходишь ночью, играешь ночью. Я не помню, во что я вынужден был играть по ночам. Ну, вернее, я играл в наше время. Вынужден был играть на американском сервере, потому что мой прайм-тайм был вечерний. И этот день у других чуваков мне было удобней. Вот. Вот в BDO пишите. Торговцы ночью уходят, темно становится, и рыба не сушится. А ты, короче, играй больше в игры. Ну, вот я тебе говорю практически... Играй сутками. Про тех... Когда? Когда? Вот сейчас вот садись и играй, пока не найдешь. А, окей. Поехали. Вчера Никита стримил игру в iPod Omega Collection. Туристические гонки. Запись стрима есть у нас на канале. Не знаю, чем игра эта. Примечательно. Да, классная? Не знаю, мне прислали просто этот ключик. Я его активировал. Игра очень крутая, на самом деле. Это вот... Ну, Wipeout это старая серия. И они просто вот в Wipeout Collection переиздали игры. Графон чуть подтянули. Но это такой... Ну, это аркадная гоночка. Очень быстрая, очень яркая, очень клевая. Не знаю. Слушай, я был, кстати, на Computex в этом году. И на стенде компании Gigabyte ребята поставили большой игровой аппарат. Ну, то есть, как вы знаете, вот этот, который вертится, крутится. И ты внутри сидишь и играешь в такую игру. Это офигенно. То есть, ты одеваешь VR-шлем, тебе дают в руки джойстик, и ты рулишь и несешься. Очень круто, очень динамично. И все... Ну, мы же такое хотели поиграть. Вот помнишь, я не помню. Ты, может, играл даже, когда мы в Игромире 2015, по-моему, даже дали им награду какую-то. А, ну, это... Крутилка, да. Да, да, вот типа такого. Блин, вообще реально круто. Я пришел только посмотрел, там какой-то сидел азиат, он так орал. И я думаю, блин, надо, если я не попробую, то я не пойму, что это. Я не знаю, каким образом это было связано с компанией Gigabyte, но это было на их стенде. Но они, по-моему, на Игромир тут в том же 15-м привозили симулятор гоночек, где ты садишься внутрь такой машины, типа ездишь, там трусит тебя. Тоже было круто. То есть они, короче, просто двигают свои технологии, что вот мы-то вот так можем. Можем вот так вот делать. Короче, это было реально круто и интересно, не знаю, потому что видос найду. Очень-очень необычное ощущение, когда тебя переворачивать вообще прям полностью. Ух, в общем, друзья, запись стрима, если вам понравилось, можете купить в PlayStation, и она для консолечки. Для PlayStation 4 у нас была. Да, да. Ротненькая. Также в игре Warface запустился дальневосточный сервер. Ничего себе. Warface это одна из самых популярных стрелялок на территории России и СНГ. Бесплатная, фри-то-плей, которая издает компания Mail.ru. Так вот, для этой игры вышло обновление с картой резиденция для режима Блиц и новым оружием, конечно. Одновременно с этим на Дальнем Востоке был запущен региональный сервер, который улучшит качество игрового соединения для жителей Дальневосточного региона. События карты для режима Блиц развернутся в загородной резиденции, удивительно, где отряд Warface должен защитить заложенную... Защитить заложенную взрывчатку от спецназа Blackwood. А, ну то есть мы играем за плохих. Ну да. Прикольно. Особое внимание на карте необходимо уделять ключевым позициям. Занявшие их команды получат серьезные преимущества в свою пользу. Резиденция полна удобных мест для засад и площадок для боев на сверхкоротких дистанциях. На карте можно будет опробовать две новые модели оружия. Представляет пулемет, кохлер, кто там? Какой-то хреный кохлер, короче. Кохлер и кохлер. Да, вот этот вот. Я помню только второго чувака. MP5A5 Custom и снайперскую винтовку с названием, которая вам ничего не скажет. В общем, если вы играете в шутанчик от Mail.ru, заходите, смотрите, новая карта, резиденция. Пишут, что дальневосточники просят регион, региональные серверы, а потом на нем не играют. Я, кстати, вот одно время я играл только с дальневосточными гильдиями, потому что у них прайм-тайм, вот у них вечер, когда у нас утро. И поскольку мне было удобнее ходить в рейды утром, да, я просто как бы играл с дальневосточниками и ходил с ними в рейды. Было зашибись. Подкат с рисом. Дальневосточник. Также вчера состоялся релиз PlayStation 4 версии игры Elite Dangerous. Я, кстати, мне она нравилась поначалу, а потом я что-то забил на нее. Да, она очень много времени потребляет. Да. Тем не менее, игра доступна для ПК, для VR, и вот появилась она для платформы PlayStation 4. Это такой лайтовый Star Citizen, я бы сказал. Да, он уже не лайтовый, он довольно сложный, и мы не знаем, какой будет Star Citizen. И не узнаем никогда, потому что все заложено в банке. Они разорятся раньше. Да. Вы можете... Ну, как бы, у них же официальная версия для того, чтобы они взяли кредит в банке, чтобы снять с себя налоговую нагрузку. Вы можете кастомизировать ваш корабль, сравниваться с другими пилотами, добывать полезные скопаниями, заниматься, бла-бла-бла, в общем, даже высаживаться на планеты, сможете вы кататься по ним в классных планетах-ходах. Игра вышла на PlayStation 4, еще больше людей сможет отправиться в звездное путешествие, если вдруг они не отправились. И по этому случаю, вот, лайвстрим проводили разработчики. Вау-вау-вау, классно, классно. И когда ты смотришь лайвстрим, так скучно становится. Да, я не знаю. То есть, проводите, блин, лайвстрим постановочный, чтобы ты когда посмотрел, ты хотел такой, вау, хочу купить, хочу это. Потому что Elite Dangerous, он как бы игра такая медитативная достаточно, ты много времени проводишь там в перелетах, в чем-то, там экшена не очень много, но играть в это еще интересно, но смотреть, по-моему, это прям очень-очень тоскливо. Я вот смотрю сейчас видосы, прям... Мне нравилось облетать вокруг станции, смотреть, как там другие какие-то корабли залетают. Мне нравилось только, как вот первый раз, знаешь, такой, туториалы, да нафиг они нужны, полетел, в итоге там не можешь никуда залететь, ничего сделать, куча менюшек. Куча опций. Такой, ну ладно. Блин, я когда играл, мне привозили на тест джойстик, который отдельно джойстик и отдельно контроль. Блин, на нем так офигенно играть, там все эти кнопочки настраиваются, я клавиатуру вообще убрал нахрен. И сидел, как, вот если бы еще VR одеть, блин, это было бы вообще полное погружение, мне кажется. Это было вообще прям круто, и поэтому нужно играть именно в такие штуки с джойстиками, но он что-то стоил там тысяч двадцать, что ли. Хотя он пишет, что много контента в игре. Много, да, инопланетянных штуков. Вконтакте человек пишет, что он купил игру за три штуки, потом вышло обновление, она стала стоить 750 рублей, и он расстроен. Бывает. Короче, она интересна, если в нее играть не соло. В ней вообще можно встретиться или нет? Да. Да? Блин, вот это было бы... У меня очень много друзей играло в фейсбуке, знакомых, и они такие, пойдем фармить вместе там. Но что-то как-то я даже не знал, как с ними встретиться. Вроде бы там можно, там. Ну, да. Ладно, поехали дальше. Дота 2, снова. Тим НП квалифицировалась на интернешнл. Окей. Уху. Окей. Уху. Овердрочь. В ближайшем будущем в игре не появится механика плавания. Ничего себе. А что, должна быть? Видимо, там есть где плавать. Наверняка некоторые из вас хотели бы увидеть в командном шутере Overwatch карты, сражения на которых происходили бы в воде. В скобочках. Нет. И вот директор игры написал сообщение официальным форумом, посвященному данной тематике. По его словам, разработчики уже смотрели на подводные баталии в других шутерах. И хоть подобный игровой процесс и дает сильное ощущение погружения в проект, ничего особо выдающегося и интересного, подобная функция не приносит. В общем, она не появится. Мне, в общем, понравился первый комментарий в этой новости. А чего еще в игре не будет? Он полностью отражает мое впечатление. Ну вот, зачем там... Ну, реально, не знаю. Это как выпустить игру и сказать, вы знаете, а в нашем шутере нельзя будет готовить еду. Ну вот. Ты такой, блин, все, все, рефанд. В других играх как бы можно готовить еду. Мы смотрели, как это происходит процесс. Нам не понравилось, поэтому в нашем шутере его не будет. Все, это рефанд сразу. А Blizzard такой, а у нас рефанды не предусмотрены. Sky Forge на PlayStation 4 тоже продолжает покорять просторы. И вот вчера пришла новость о том, что для платформы PlayStation 4 вышло обновление «Война механоидов». Надо вернуться в Sky Forge на PlayStation 4. В общем, 27 июня открылись новые сложности групповых приключений. 11 июля появятся актуальные сложности приключений «Подземный озеро». Ну, в общем, так далее, так далее. Sky Forge на PlayStation 4 зашла очень хорошо. Ее там тепло приняли. И MyCom, мне кажется, радуется и продолжает выпускать обновления для нее. А на ПК, кстати, игрушечка подзаглохла. Я вижу новости только именно про консольную версию игры. Я думаю, что просто консольная аудитория, она более... Готова больше денег чуть-чуть донатить, чем ПК-шная версия. Консольная аудитория, просто, во-первых, она больше. Ну, то есть, во-вторых, проще играть. У нас, как ПК-версия, она русскоязычная, а русскоязычная аудитория, в принципе, старается донатить как можно меньше и как можно больше использовать бесплатно. А консольщики, они, как правило, люди, которые... Привыкли платить. Да, они более... Те деньги — это пыль. Ну, не пыль, как бы, но просто... Ты когда играешь на консоль, ты понимаешь, что за все нужно платить. Когда ты играешь на ПК, ты такой... Пошел на торрент, скачал игру, поиграл, там 10 минут такой написал на форуме «Фу, говно, я в это играть не буду». Разработчики — ублюдки. Можно даже не играть. И такой... Ну, как? У нас на форуме народ вообще даже не играя заходит. Не играл, но осуждаю. Да, и рассказывает, авторитетное мнение высказывает, что... Вот я... Давай дальше. Вчера появилась новость от Black Desert... Ой, от компании Syncopate или GameNet, как они называются, не знаю, куча названий у них. В общем, в игре Black Desert 5 июля появится персонаж Striker, а уже сегодня, точнее, со вчерашнего дня можно его предсоздать. Предсоздать, забронировать его ник, потратить две недели на... Или на неделю на формирование его черт и прочее, прочее, прочее. Так что, смотрите... Чтобы в день релиза ты не парился, мог сразу начать нагибать. Да. А у тебя будет прям крутой, офигительно созданный персонаж, который будет классно выглядеть. Мне вот, знаешь, смотреть Black Desert, вот, это одна из немногих MMORPG, которых мне нравится смотреть, но вообще не нравится играть. Я вот открыл на канале GameNet, вот, GameNet они, видимо, ролик про оружие путников бездны. И там прям такие спецэффекты, такие там путники бездны. Вообще все классно, а что-то в игре прям нет желания его получить. Кстати, я смотрел один из стримов с Гара, который говорил, что ребята из GameNet с ним советовали, стоит ли увеличивать очки кармы за ПК. Так вот, в игре, короче, всего есть 300, как он говорил, 300, если я не ошибаюсь, 300 тысяч очков кармы. И раньше за убийство в ПК можно было убить человека, ты терял 60 тысяч очков. Вот зачем вот эти тысячи? Сделайте 300 и... Ну, 60 очков потерял. Короче, они сейчас подняли эту планку до 120 тысяч. То есть ты можешь убить чувака два раза и всё. Я не понимаю игр, когда тебе нет возможности, не знаю, ну, порискилить чувака, ну, хотя бы раз. Не, ну да, ты как бы сделали механику ПК, значит, используйте её на полную. А сделать механику ПК, а потом её ограничить, что ты хотел, да. Ну, это так, как дебилизм. В общем, полный список изменений о том, как ребята оптимизируют игру, делают вам возможность играть лучше. Вы можете прочесть во втором сообщении нашей новости. Ссылочку я скинул. Заходите, смотрите. Видимо, поэтому я в Black Desert не играю. Команда Dragon Age серьёзно расширяется. BioWare думает над Jade Empire 2. Так вроде же была новость, что... А, нет, вот эта новость, да, на которую мне жаловались, что рассадник гейства, а не новость. Нет, новость про гейства вчера была. Мне сегодня, вернее, ко мне вчера жаловались вот конкретно на эту новость, что мы эту новость сделали как... Там в комментариях одно обсуждение ЛГБТ. Да, давай сейчас посмотрим. Ну, там просто видим BioWare. Да, оно как бы у людей... Меня всегда вот удивляет то, что народ не понимает, что то, что можно быть геем в этой игре, это не значит, что нужно. Это значит, что можно, в принципе. Никто не заставляет. Это кроме из этого, из Dragon Age 2 Андерса, по-моему, который там, ему хоть слово скажешь и всё, и заканчивается всё гейской сценой. Он там был дисбалансный гей, но всё остальное как бы... Ну, есть и есть. Я не вижу здесь ничего про ЛГБТ или геев, но тем не менее... Где, в новости или в обсуждении? Да, в новости. Новости я тоже не увидел, но мне жаловались именно на неё. Креативный директор проекта также решил не скрывать ничего. В недавнем подкасте рассказал, что работа над Dragon Age действительно идёт. Компания нанимает большое количество персоналов в данный момент. Они, видимо, их из Андромеды перенимают, из другого отдела. Ну да. Кроме того... Надо же кому-то рисовать классные лицевые анимации. Надо обязательно позвать феминисток. Кроме того, во время беседы был поднят вопрос о менее известной игре BioWare Jade Empire и возможности сиквела. По словам чувака, студия имела планы на вторую часть игры, но их не подвинули ради работы над... Но их подвинули ради работы над новой частью Dragon Age. Разработчики всё ещё не исключают возвращение к азиатской тематике через некоторое время. Ну, когда, видимо, очередная игра сфейлится, они такие... Ну всё, мы возвращаемся к корням. Благодаря концовке Dragon Age Inquisition можно предположить, что действие следующей игры развернётся в Империи Т-Винтер. Т-Винтер. Продолжим ли мы играть Инквизитором или же нас ждёт история нового персонажа, пока неизвестно. Что худого будет новый персонаж. Послушать полную версию подкаста можно... Где? Ага, на MyCloud. В общем, ссылочка у нас в новости. Но, само собой, он будет на английском языке. Так что... Ну, я уверен, что персонаж будет новый. Потому что Dragon Age пока ещё не было одного и того же персонажа в двух играх. Это не Mass Effect, где история конкретно Шепардов была. А теперь история непонятных чуваков со страшными лицами. Вот. Ну, как бы... Я не знаю, я очень жду Dragon Age. Мне он очень нравится, в общем-то. Я... Вот как бы... Вот есть классный Ведьмак 3, но мне Dragon Age было приятнее играть почему-то. Инквизитор? Да. Но мне больше нравится сама сам стиль подачи. Я разочаровался в Dragon... Мне тоже поначалу. Я же летал, смотрел его. Я играл в Кёльне в Dragon Age. Я поиграл в него часов 5, мне он дико вставил. И я такой, вау-вау-вау, круто. А потом я в него стал играть дома. И... Я увидел в нём ММО. Когда... Сходи, принеси мне 10 лисиц. Сходи мне ещё что-нибудь. Ты такой, да ёпара, сатыр. Ну, я хочу историю слушать. Хочу вот квесты, как Ведьмаки, интересные какие-то. А не сходи мне на фарме какой-нибудь хрени и почини мне лошадь. Найди мою, там, деревню. Ну, не знаю. Вот когда я играл в неё 5 часов, мне она нравилась. Когда я поиграл в неё 20 часов, я что-то расстроился. Ну, это бывает. У каждого своё, свои какие-то ожидания. У меня Dragon Age, мне он всегда нравился, вообще, в всей части, за то, что они дают, вот там всё время, вот такое есть ощущение эпика, ощущение, что там весь мир меняется, ощущение, что что-то происходит. Такое, прям, знаешь, масштабное, крутое. А вот очень многие там конкуренты, у них всё время всё что-то локальное. А что лучше, Dragon Age Inquisition? Dragon Age Inquisition или Origin? Ну, это совсем разные игры. Пишут лучше Origin. Не, Origin, он самый классный из Dragon Age, но он сделан по-старым. Ну, он, короче, он сделан как старый, как Балдур с диет. Он очень классный, очень такой вот детальный и умный, но я в него просто столько раз играл, что я уже не воспринимаю его нормально, потому что я его прошёл, наверное, раз пять. Я, там, покупал его для всех платформ, что у меня были. И что-то я в него просто наигрался уже до того, что ты в тариже. Ладно, поехали дальше. Kingdom Underfire 2. Это следующий MMORPG, который мы ждём от компании Nova. Прямо сейчас идёт тест на Тайване, из которого наш модератор Argonaki готовит гайды. И сегодня мы предлагаем вам гайд по рейнджеру. Рейнджер, он же лучник, это быстрый, довольно ушастый персонаж игры Kingdom Underfire 2. Именно этот класс обладает механикой смены стоек с мечами в ближнем бою и луком на дальние дистанции. Соответственно, лучник также является героем, который был добавлен в проект уже после релиза игры. Сегодня мы приготовили для вас обзор, посвящённый данному классу. Вы сможете понять, какие пассивные и активные умения у него есть, чем интересны его скиллы, насколько сильно он может покалечить врагов. Эту фразу я, кстати, уже не первый раз замечаю. Как обстоят дела у данного класса с мобильностью. Эту фразу тоже я не первый раз встречаю. Каким образом происходит восстановление стрел. Ого, восстановление стрел у него происходит. И многое другое. Если вы захотите узнать более подробности про другие классы, больше, загляните в наш раздел. Собственно, у нас чуть ли не каждый день готовятся гайды с тайваньской версией игры. Я думаю, что по русской версии игры будет материал уже в июле. Ну, этот гайд просто не закончен, мне кажется. Потому что тут вот, когда трейты, там типа активные и пассивные таланты написано, где какие, а что дают эти таланты, не написано. Камингсон. Я думаю, что более подробный разбор мы будем делать сразу с русской версией. И когда уже... Да, потому что тайваньскую переводить не все. Качай все и нагибай. Да. Ссылочку на новый скинул. Заходите, смотрите, обсуждайте. Astellia тоже новая игра. Которую мы первый раз увидели, кажется, на G-Star. Обсуждали ее тогда с Гарой и с кем-то еще на стриме. У нее прошел этап тестов. Собственно, мы подготовили обзор по данной игре. Знакомство с существами, защитники и прислужники. В игре Astellia... Не обзор, это такой базовой информацией. Я вижу, тык, обзор. Хорошо. Окей. В игре вы сможете сражаться не только с помощью вашего персонажа, но и призывать различных существ из карт на помощь в бою. Мы подготовили для вас обзор, посвященный этим существам. Почему-то написано... Не знаю, тут не название обзора. Почему написано NPC, если это существа? Или это, ну, это не существа. Это не NPC. Это... Либо не Маунда, как это сказать? Пет. Пет. Нет, Пет это не игровой обычно. Это компаньоны. Ну, компаньоны, да. Этим компаньоны. В общем, вы сможете узнать, чем прислужники отличаются от защитников, сколько всего подобных существ в игре, как выглядят их карточки и каким образом можно активировать уникальные комбинации из онных. Выглядит довольно мультяшно. В общем, заходите к нам на форум, на Огонек. Смотрите. Astellia. Игра, которая вроде нас чем-то заинтересовала. Я думаю, кто Лекс подготовил материал. Или А, нет, Органаки тоже. Блин. Органаки. Все Органаки. Всегда Органаки. Окей. Path of Exile. Твоя любимая игра. Погадайте, какое обновление в этой игре мы обсуждаем. Конечно же, это падение Ариата. Портовый мост. Блин, слушай, так можно написать, что новость писать там. Портовый мост. В восьмом акте предстоит победить множество новых монстров и боссов. И появится большое количество неисследованных областей, в том числе портовый мост. Ого. Короче, сегодня у нас будет очень интересно. Да. Желаю тебе удачи. В общем, друзья, в игре Path of Exile это такой, ROG-like игра, как я выучил для себя новые слова, ROG-like. Диабло подобное. Я потихоньку, видишь, становлюсь умнее. И вот для чего я занимаюсь этими факин новостями. На тестовом сервере игры Path of Exile вскоре будет установлено очередное обновление для обновления падения Ариата. В патче игроки смогут оценить восьмой акт. После установки обновления будет произведен вайп, и разработчики займутся сбором информации о прогрессе персонажей. В общем, уже длительное время тех, кто играет на тестовом сервере, используют как хомячки для того, чтобы оттачивать мастерство. Всегда так важно. Но уже долго. Знаешь, Альбион онлайн, например, три года. Три года играешь обновление вайп. Играешь обновление вайп. Ну, Path of Exile, там же, видишь, есть основной сервер, где всякие ништяки проходят. И есть тестовый сервер, где тестируют портовой мост. Это из каких пор, спрашивают Path of Exile, стало ROG-like? Нет? Или я путаюсь с чем-то? Нет, оно все время было. А, все. Все нормально. Испугал меня, не Паша. ROG-like. Вот эксперт Тапик говорит, что это ROG-like. В общем, в скором времени команда игры планирует дать игрокам очередной отчет о том, как происходит бета-тестирование. В нем поклонники игры узнают о всех подробностях грядущего патча. А мы, конечно же, расскажем вам про него в новости на нашем утреннем стриме. Может быть и нет. Path of Exile. Сейчас, сейчас, может быть и нет. Возможно, будем рассказывать только самые интересные из мира Path of Exile. И, возможно, это будет немножко реже происходить. Также на этой неделе будет запущена официальная программа Affiliates на Twitch TV. Если вы не знаете, эта программа подразумевает о том, что подписчики канала смогут не только заплатить 5 баксов за подписочку, а также могут заплатить 10 или 25 долларов. Получит также доступ к Twitch Prime подписке. Также будет доступна одна эмоция для подписчиков, две дополнительные слота для подписчиков за 10 и за 25 баксов. И возможность включения чата только для подписчиков. Но это, мне кажется, интересно для тех, у кого там прям тысячи и тысячи зрителей сидят на стриме. Они прям могут активно использовать данные штуки. Отдельно стоит выделить подключение к системе чиринг, что означает возможность получать пожертвования от зрителей без услуг других сайтов и внешних решений. У нас периодически висит на Twitch вот эта штука, когда кто-то вам начилил 100 кристаллов. И я никак не понимаю, что с ними делать. Они в итоге, видимо, конвертируются в баксы. Пое никогда не было рогаликом. Там нет полностью генерируемых данжей и неизбежной смерти. Ну, понимаешь, что народ зацикливается на... То есть рогалик, вот игра, похожая на рог. Поджанр вывелся тогда, когда вот это... Ну, ориентировались на один проект, на рогу, который задал все это. И там были генерируемые подземелья, там перманентная смерть. И, в общем, этот поджанр выделился вот таким образом. Но со временем, когда появилась Диабло, это как Диабло-подобное. Но они похожи на рог по механике в общем. То есть тебе надо загриндить кучу врагов. У тебя генерируется либо полностью, либо частично вот это все твое окружение. И, собственно, вот из хардкорного режима перманентная смерть переводит тебя в стандартный режим. Потому что, чтобы не терять все, что только есть. Но, в принципе, игра тоже... Ну, как бы вот этот Roguelike Lite можно назвать. Некоторые так называют. Или Action RPG еще называют. Но, по сути, как бы это просто более современная версия вот этого жанра. Классических рогаликов они делают уже очень давно. Но это единичные игры, которые выходят. Они, как правило, никакой популярности крупной не получают. За счет того, что... Ну, как бы кому нравится, когда ты все просрал. Да. Если вы хотите сложную игру, играйте на хардкоре в Диабло. И наслаждайтесь. И на Nightmare. На Nightmare и на хардкоре. В общем, да. Ну, то есть, называют Action RPG. Типа, ролевые с ориентировкой на Action. Но, ну, как бы, я не знаю. Или Roguelike Lite. Да ну, в жопу Lite вот это вот Lite. Ну, да. У нас запретили Lite. В общем, 28 июля в англоязычной версии MMORPG Blade & Soul было установлено обновление Iron Age Forge. Вместе с которым в игре появились новые подземелья и различные значительные улучшения игры. Что, собственно, происходит в любом обновлении. Помимо множества новых функций и усовершенствований стало доступно подземелье. Угадайте, с каким названием. Iron Age Forge. Да! Уху! И тут такие аплодисменты. И изменилась система камней. В новом подземелье вы сможете испытать свою силу на нормале и хард режимах. Данш рассчитан на группу из шести персонажей 50 уровней. А его противники представляют серьезную угрозу для жителей окрестных поселений. Конечно же, за победу над главными боссами кузницы, уже кузницы, игроков ждут ценные награды. Например, черный камень, который можно использовать для улучшения оружия. А также другие полезные предметы и новые костюмы. После установки патча обновилось и качество драгоценных камней. Вам потребуется зайти в меню Exchange Antiquas. Antiquas. И трансмузировать драгоценные камни вручную. Да, на этом все. Лига Легенд. Разбираемся с системой клубов. Вчера Элиот вместе с... О, не Элиот. Секси Алина и Ашенвейл проводили подкаст по игре Лига Легенд. Но записи я не вижу. Пойду выдавать люлей сейчас. Выдавать подкаст. По данному поводу, да. Собственно, проводили стрим, на котором можно было узнать подробнее о клубах и системе наград. Там были игры с членами клубов и так далее. В общем, по средам у нас Алина играет в Лалец и рассказывает какие-то интересные истории из мира игры. Добрались мы до новости о слухах Marvel Heroes 16 прекращения продаж героев из Фантастической Четверки. Ну, на самом деле, там просто получается все время идут скандалы между Marvel Studios, которая теперь Дисней, которая делает фильмы. Они изначально продали кучу прав на своих персонажей Фокс. Это вот и Люди Икс, и Человек-паук, там еще что-то. И, короче, получилось, что Фантастическая Четверка тоже принадлежит Фоксам. И вот они теперь все время ругаются насчет прав. И, видимо, это начало затрагивать все остальное, потому что, насколько я помню, у Газиллиан, в общем, тоже права переобретались частями для вот этих персонажей. И вот у них заканчивается срок действия прав на Фантастическую Четверку, а новых нет. В итоге они, как бы, персонажи в игре останутся, останутся костюмы и связанные с Фантастической Четверкой костюмы, там, для Человека-паука, все. Но при этом их, скорее всего, все уберут из продажи и купить их будет больше нельзя никак, пока не заключат новое соглашение. Я думаю, они просто ругаются не из-за этого, а из-за баблосов. Да, всегда из-за баблосов. Но просто вот Marvel Heroes, пока он был только на PC, и он такой был нишевый проект, он не так много привлекал к себе внимания, а теперь он вышел на PlayStation 4 и вышел весьма успешно. И большое бабло, и кто-то зажилился и сказал, что, типа, пока вы нам не заплатите. У нас, в принципе, есть контакты Газиллиан, и мы, в общем-то, можем просто с ними пообщаться и спросить на эту тему. Но, да, надо, короче, заняться просто. Написать им, сказать, «Эй, чуваки, ёу». А ты переживаешь вот за... Нет, я с тех пор, как игра вышла на консолях, и они начали пилить только для консольщиков, но при этом не обеспечили чувакам, типа меня, у которых кинуто там 400-500 баксов в игру, перехода на консоли бесплатно, я перестал за них переживать. Все правильно. Сами гады. Да, я обиделся и перестал переживать. Поехали дальше. Вчера еще Гарра показывал традиционный гвинт по средам, записей тоже нет, я сейчас на эксперт ее поставил, сделаем. Project Cars 2. Угадайте, от кого новость? Нет, не от Химеры! От Кираеры. Сезонный абонемент и... Короче, Химера там, наверное, все... Наверное, Химера работал. Сезонный абонемент и системные требования для игры. Компания... Системные требования такие. Купите консоль. Да. Классная система. Компания Bandai Namco и Slighty Mad Studios, которые делали игру для Mail.ru, которая не вышла, но денег они заработали. Bandai Namco. Поделилась с поклонниками гоночного симулятора Project Cars 2 подробностями о сезонном абонементе, а также показали системные требования игры. Приобретая Season Pass, вы сможете получить доступ к первым четырем дополнениям, а выходить DLC будут в течение одного года после старта игры. За сезонный абонемент придется платить аж 30 баксов, однако в эту сумму войдет множество новых гоночных машин, различные трассы, соревнования и так далее. Помимо этого, вам будет доступен мотоспорт Car Pack, в котором содержатся эксклюзивные мазины, такие как DTM Audi V8, Jaguar E-Type и прочие названия, ни о чем мне не говорящие, например. В общем, короче, 22 сентября будем играть в Project Cars 2, Химера будет писать и ругаться. Кроме того, мнение хвалить. Project Cars, он же прям очень реалистичный, очень динамичный. Они прям изначально поддерживают VR, и он крутой. Также в Steam доступны системные требования, так что Lashar Mod требует 8 гигабайт оперативной памяти, видеокарту не меньше GTX 680, а это не хухры-мухры. Это топовая карта того поколения 6-го, хотя сейчас 10-ая идет, ну да ладно. А чтобы играть как папка, вам понадобится, конечно же, Nvidia GTX 1080 и процессор Intel Core i7-6700K и, конечно же, 16 гигабайт оперативной памяти. Да. Как раз у меня процессор подрекомендованное подходит. Ну ничего себе, то есть ты стримить это сможешь. Я не буду. Давай начнем с этого. Релиз игры состоится 22 сентября на платформах PlayStation, Xbox One и ПК. Вот смотрите, я не понимаю. Для рекомендованной игры указано, что нужен Intel Core i7-6700 и 1080. Как, играя на PlayStation, железо в котором соответствует, мне кажется, минимальным системным требованиям, я буду получать игру, которая не тормозит, которая отлично выглядит и в которой все круто. Объясните мне. Вот объясни мне. Чувак, как? Ну вот так, потому что нормальная оптимизация, прямо руки разработчики. А напишите мне так. Почему на консоли я буду играть на хреновом железе? Офигенно. А если я обладатель ПК, я буду испытывать анальную боль, потому что... Страдай. Ты потратил кучу тысяч долларов на ПК? Страдай. Она еще у тебя будет тормозить, включить и не проходиться. Я не понимаю, потому что реально... Люди, вот сейчас, в 2017 году, дешевле и проще играть на консоли, потому что вы сэкономите на железе, игры будут чуть подороже, да, но вы их можете продать, если что. Если вдруг вы покупаете физические носители, если вдруг вам игра, например, не понравилась или еще что-то. На ПК вы не сможете продать игру, потому что вы покупаете ее в электронном виде сто пудов или качаете сто ром. Ну, тогда вы упырь. Ну, в любом случае, на ПК вот, ты даже покупаешь физическую копию, тебе там внутри дают код. Да, который вы активируете в том же Steam. Да, и все. А на консоли у вас диск, вы отдали его другу и друг играет. Ну, в этом плюс, до консоли, что ты поиграл, короче, тебе надоело, продал диск за полцены и все. И вам не нужно покупать 1080, который стоит 1050, процессор, который стоит 1020, и так далее. Поехали дальше. У нас новости заканчиваются. Вчера пришла компания от компании Mail.ru Grishon Robotics. Это основатель компании, собственно, Grishon. Не помню, как его зовут. Новый игровой смартфон Wonder будет инвести... Будет инвестироваться компанией... Что? Новый игровой смартфон Wonder будет инвестироваться... Так. В общем, короче, компания Grishon Robotics инвестирует деньги в разработку нового смартфона Wonder. Видимо, вот это нужно было прочесть в заголовке. 28 июня стало известно, что компания Grishon Robotics станет ведущим инвестором нового стартапа от студии Wonder. Планируется выделить 14 миллионов долларов на создание специального смартфона, который будет ориентирован на игроков и пользователей различного развлекательного контента. Вместе с Grishon Robotics в проект инвестировали такие гиганты индустрии, как Atari, Sega, TCL, Moonshot Capital, а также звезды мирового масштаба Shakira, Jérar Piqué и другие. Не понял вообще, что их всех объединяет. Тем не менее... Потому что они денег сложили. Я понял. Подробности относительно планов компании Wonder хранятся в секрете, однако известно, что уже сейчас ведется разработка нового типа устройств. Новинка станет гибридом игровой консоли и обычного смартфона. Это значит, что ничего делать? Nokia N-Gage. Ну, короче, я на самом деле, вот у меня тут лежат старые журналы, прям старые такие, знаешь, лет 5-10 назад. И вот там иногда их перелистываю, смотрю, что там, что было ради смеха. И там вот были новости, как типа MC Hammer разрабатывает новый браузер, который будет конкурентом Google. вот это, по-моему, история оперы. Шакира. Слушай, он как бы Гриша, но он такой, прикольный чувак. 14 миллионов, это фигня на создание новой консоли, там, этот, это просто... Слушай, но он просто один из многих. Да, но, ну, короче, посмотрим, что там будет, но я не думаю, что оно прям такой будет гибрид. Это будет гибрид Бульдога с носорогом, на котором, короче, выпустят в итоге игровую консоль, на которую можно будет играть в Android игры, как на обычном планшете. Слушай, если, ну, как обычно, чем это все всегда заканчивается? Ну, тут сложно, как бы, либо нужно делать что-то похожее на свитч, на свитч большой, это не телефон, либо, не знаю. Короче, посмотрим, что они сделают. любой желающий может подать заявку на участие в альфа-тестировании вандер-вальф вафле, вандер-альфа-программ, однако, приглашение на тест придется подождать, и вандер была основана специалистами из таких компаний, как Microsoft, HTC, Disney, Apple, Sony, Activision, Riot Games, Google и Facebook, и уже не единожды смогла внести свой вклад в индустрию развлечений, именно поэтому мы про нее первый раз сегодня слышим. Интересно, что-то заводит. Давайте погуглим. Интересно, что в комментариях пишут. Ладно, поехали дальше. Лига Легенд встречаем обновленную систему чести. Система чести. встречаем. Не секрет, что в командных играх очень часто накал страстей доходит до точки кипения, что ведет к ругане и взаимным оскорблением. Компания Riot Games уже достаточно давно пытается повлиять на данную ситуацию в своей игре. Может им просто чат отключить? Слушай, кстати, мне кажется, это выход. Ну, на самом деле, вот здесь... Говори голосом. Есть некоторые... По-моему, вот Heroes of the Storm, там изначально, когда ты ставишь игру, у тебя чат отключен, тебе надо его сознательно включить. И... И тогда будет типа ништяково. Тем не менее, компания Riot Games уже достаточно давно пытается повлиять на данную ситуацию в своей игре Лига Легенд. Одним из рычагов является система чести, которая, впрочем, с данной задачей не справляется, ведь наград она не предполагала, а красивая ленточка на память просто никого не волновала. Меня волновало. А теперь же ситуация решила... Компания решила попытаться переделать данную систему и сделать ее более интересной для игроков. Новая система чести предполагает голосование на специальном экране, которое поможет оценить поведение игроков. Те, кто будет подавать пример другим игрокам своим поведением, смогут получать больше ключей, специальные капсулы с образами чемпионов, а также уникальные образы на Варвика и Твича вместе с самими персонажами. Кстати, блин, ну получая один раз такой приз, мне кажется, ты как бы отвалишься. Ты его получишь и пойдешь снова про мамку рассказывать. Подробнее о новости вы сможете узнать из видео, ссылку на которую я, конечно же, по традиции, скинул. Я даже открыл в соседнем окне, почитаю, может, я вернусь в лигу, ты мне будешь скины доставать. Да, да, я чемпиона достаю новых. Достань я последняя чемпиона, я вернусь в лигу. Я уже запрашивал вчера. Я вчера запросил Алине и Ашенвейлу, так как они... А мне не запросил. Ты же не играешь или гулять. Все, начни с ним. Я играл в загулягент. Я все, я закрыл видео, все. Я бы сказал, что наш обзорщик желает. Я напишу этому Георгу. А там агент или он там... Не он занимается. Не он. Ну вот. А занимается коллега Никита Борщева. Да, я не Никите напишу. Напиши, Никите. Может быть, так будет, Heroes of the Storm. Ознакомимся с патчем в ожидании нового героя. Компания Blizzard очень любит создавать тайны из анонса нового героя для своих проектов. Так, в этот раз в твиттере игры Heroes of the Storm появилась загадочная гифка, на которой изображен отчет фонда Мебиуса, посвященный следующему персонажу. Уже понятно, что герой будет из вселенной StarCraft. И, скорее всего, мы наконец увидим Алексея Струкова. Это который пророс, что ли? Да. Который был заражен, да? Который, собственно, так долго ждало. Уже совсем скоро мы узнаем, что же полетит на Nexus в этот раз. Ну, они вот Струкова добавили StarCraft 2, как вот этого героя для кооп-режима. Помнишь, я тебе говорил, что там есть кооп-режим прикольный? там Струков есть. Вот теперь, наверное, решили такие, у нас моделька есть, что ей пропадать? Давайте в Heroes of the Storm засунем. Слушай, ну, на самом деле, как бы, многие компании делают правильную вещь, они сделали несколько игр и на базе нескольких игр они делают мобо-игру. Блин, ну это логично, это как бы продолжение, создание экосистемы игр, потому что у нас есть шутан, у нас есть стратегия, у нас есть мобо. Собственно, Blizzard, он вообще вот этим вот славится, тем, что у них все игры там между собой хоть как-то связаны, и ты, играя в одну игру, автоматически всегда получаешь ничтеки какую-то еще. И это прям вот тебя привязывает, потому что ты вот играешь там, например, в Diablo не играешь, но играешь в Heroes of the Storm. Ты получил во время ивента какой-то предмет такой для Diablo, классный. Ты такой думаешь, ну блин, а что я не играю в Diablo? Я зайду, посмотрю, как предмет выглядит. Ты зашел в Diablo, выбил какой-то предмет для Warcraft, ну грубо говоря, выполнил ачивку, тебе в Warcraft и дали. Ты такой, блин, ну реально, у меня же есть аккаунт в Warcraft, в который я не захочу. Пойду, да. А там потом в Heroes of the Storm. Ты такой, везде в шоколаде. раз у тебя Overwatch залоченный. И вот тебе в Overwatch скинчиков. Да, ты такой, блин, надо же зайти посмотреть хоть на скинчике. Купил Overwatch. В итоге ты бомж, но у тебя 500 скинов. Ты не переживай, главное, ничего, Тарас. Все, все изменится. Не, у меня просто столько игр, в которые хочется поиграть, и столько времени нет вообще. Да, я каждый раз про это рассказываю. Я вот теперь... Работаешь в игровой индустрии, и у тебя нет, сука, времени играть. Я вот, знаешь, я понимаю, что поеду на море, у меня как бы вариант только мышцы. И все равно ни во что не поиграю. Да не надо, езжай отдыхай. Да. Пусть ничего не... С вами отдохнешь. Я, я тебе, на обзоров пришлю тебе. Да, с вами отдохнем. Задай. Надо делать полностью, как это называется, детокс. Надо выключать соцсети, отключать интернет. Я могу, в принципе, телефон не брать, вообще ничего не брать, поехать просто, и приехать после десятого. Приезжают здесь такие руины. Да. Последняя новость на сегодня. Star Trek Online, Star Trek. Спасаем легендарного генерала Корингона Мартока. Совсем скоро пилотом игры Star Trek Online. Слушай, и кто ее делает? Ээээ... Я не... Криптик, которая делает Neverwinter. Я ее у кого-то видел. Ну, это... Которая Neverwinter. Это... А, я ее видел у Пёфи Форда. Точно. Совсем скоро пилотам игры Star Trek Online предстоит отправиться в опасное путешествие, из которого далеко не все смогут вернуться живыми. С выходом сезона 13.5, который намечен на 18 июля, герои организуют дерзкий побег бывшего клингонского канцлера и легендарного генерала Мартока из тюрьмы Сонна. Данное событие ознаменовано также тем, что актером озвучки присоединился Джей Джей, исполняющий роль Мартока в Star Trek Deep Space Nine. В общем, друзья, ничего не могу вам сказать про игру. Стар Трек. Игра классная, вот, и новая система там появляется. Ну, у меня пожизненная подписка там оплачена. Ничего себе. Да, прям, я могу в ней не играть, но я могу возвращаться в любой момент, у меня там ждет сразу валюта, аддоны, всякие ништяки, поэтому я захожу и играть. Друзья, на сегодня все. Это была последняя новость за вчера. Увидимся с вами уже тогда в пятницу, завтра. Завтра. Подведем итоги недели, расскажем, что было хорошего, что не было хорошего и так далее и тому подобное. Вот, с вами был Андрей Сиротин, Тарас Кукурян, это канал Глухомедиа. Всем пока. Всем пока, спасибо за просмотр. Как все? Как это все? Тут кто-то писал, что, блин, лень читать новости, а тут удобно зашел и тебе за час наговорили все. Ты уже выключил? Нет. В процессе. Вконтакте и твич. Спасибо за новости. АЕ. Приходите завтра.